Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите мне посмотреть на ситуацию вбой другим углом, но исполнилось 28 лет и обострилось ощущение возраста. Разумеется, это все нагнетание. Что какие-то шансы упущены, что можно было поступить по-другому в прошлом, а вот сейчас я бы использовал это время по-другому. Мне страшно проснуться от того, что я не использовал свой потенциал. У меня интересная работа, точки роста, но, как раз, ничего-то недостаточно. В детстве я хотела получить признание от родителей. Меня часто сравнивали с сестрой-отличницей. Я мечтала, чтобы меня похвалили. Были на моей стороне, несмотря ни на что. Объективно понимаю, что я молодая, красивая, романная, развитие. Сама расставляю приоритеты, за это себя хвалю. Но вот как на саму себя не давить? Сказать спокойно, выдохни, все впереди. Какие вопросы себе задавать, как себя успокоить? Смотрите. Начнем с того, что мне кажется, что все впереди, это такая аффирмация. То есть, ну, объективно получается как? Вот. Говорят, что все впереди. А потом сразу как-то получается, что все уже позади. И, честно говоря, нет здесь какой-то золотой середины. Поэтому мне кажется, что все впереди и все позади, это больше про оценку. Про какие-то требования к себе. Про какие-то стандарты, которые человек сам себе выдвигает. У меня еще все впереди, говорит человек. Но что именно впереди? Мне кажется, что пока мы живы, мы можем что-то делать. Пока мы живы, мы можем как-то к чему-то относиться. Говоря как-то, я имею в виду, что пока мы можем относиться каким-то образом к чему-то, мы живем. И на самом деле, это единственное, что у нас есть. У нас больше нет ничего. И прошлое, и будущее подвержены субъективности. То есть, прошлое мы идеализируем или демонизируем. Будущее мы или боимся, или так же идеализируем. То есть, это то, чего нет субъективно для человека. Субъективно есть только то, что есть сейчас. И на мой взгляд, то, что, то, о чем вы говорите, это в какой-то степени история про контроль. И контроль это хорошо. Ну, контроль хороший там, где реально что-то контролировать. Не нарушая себя, свои личные границы, не нарушая личные границы других людей. Такой контроль хороший. Но, когда вы, например, пытаетесь контролировать будущее, ой, прошлое, а ваша история про то, что шансы упущены и прочее, как бы это же невозможно. И когда вы пытаетесь контролировать будущее, говорят, что все впереди, это тоже невозможно. И возникает вопрос, откуда берется по-прежнему контролировать будущее. Ответ, на самом деле, достаточно простой. Семантический. Семантический. Ответ простой. Но, практически, ответ, на самом деле, довольно-таки неоднозначный. Он заключается в том, что здесь и сейчас вам не особенно интересно. Когда я читал ваш текст, особенно в ту часть, где вы пишете, что я молодая, красивая, романы, развитие, есть такое ощущение, что помимо того, что это какая-то некая объективная реальность, в которой вы живете, по вашему мнению, то есть по вашему мнению вы объективно знаете, что вы красивая. По вашему объективному, в кавычках, мнению, вы знаете, что вы молодая. Вы знаете, что у вас есть романы, и вы знаете, что вы развиваете. Но это звучит как статус. Это не звучит как некая данность, что ли. Это не звучит как следствие того, что я делаю. Это не звучит как то, что являлось бы следствием того, чем я занимался. Ну, то есть, к примеру, роман не звучит как следствие того, что мне хочется что-то делать для человека. это звучит как скорее, знаете, я немножко сейчас так утрирую, да, это не так, но чтобы было понятно, как это слышится. Это слышится как то, что окей, мне пора завести роман, поэтому я его заведу. Или окей, у меня роман, и у меня роман, это круто, круто, что у меня роман, круто быть в статусе той, у кого роман. Окей, у меня развитие, и это офигенно, что у меня развитие. Это правда, офигенно. Вопрос в том, что вы похожи. Преподносите это как некий вот, ну, как некое резюме. То есть, я молодая, красивая, у меня роман, и я постоянно развивался. Обратите на меня внимание. Вот так это выглядит. При том, что ни красота, ни молодость, ни развитие, ни романы не дадут вам, собственно говоря, внимания. Не дадут. Потому это внимание будет нацелено на вашу молодость, на вашу красоту, на ваше развитие, и на ваши романы. Но не на вас саму. Вообще, складывается ощущение, что вы не очень хорошо себя знаете. Но здесь я могу ошибаться. Здесь я могу быть не прав, потому что это всего лишь мое предположение. Итак, вам исполнилось 28 лет, и обострилось ощущение возраста. Ну, понятно, в каком ключе вы здесь говорите про возраст. Я полагаю, не в том ключе, что вы старая, что вы чего-то не можете, что вы стали выглядеть хуже. Полагаю, речь не об этом. Полагаю, речь о том, что в 28 лет вы начинаете себя оценивать и смотреть, что же я достигла, что же я добилась. И поскольку нефтяной вышки у вас нет, а много миллионного бизнеса, я полагаю, у вас нет тоже, хотя это опять же предположение, может быть, есть. Но я думаю, что вы поняли. То есть вот к 28 годам вы не стали еще одним там, не знаю, Илоном Маском, Сукербергом и так далее. И вот это ощущение возраста появляется. И автоматически это означает, что вы в своей жизни мягко говоря далеко не всегда делали то, что вам хочется. А делали то, что надо. В том числе выбирали в себе мужчин. Вы, конечно, выбирали мужчин, потому что они вам нравились, но вот чем они вам нравились, как они вам нравились, это вопрос. Далее вы пишете какие-то шансы упущены, что можно было поступить по-другому в прошлом. Это естественно. Это естественно, потому что человек живет в первый раз. он до этого никогда не жил. Это как если вы ну не знаю, впервые в жизни идете по канату. вот как бы вы прошли первый раз по канату. Ну, наверное, не очень хорошо. Да? И по-любому после первого прохождения каната вы бы такая подумали «Окей, что-то я упустил, а можно было сделать лучше». Это правда. Вопрос в другом. Вы на этом канате оказались для чего? Чтобы пройти его сразу идеально? Или потому что вам хотелось по нему пройтись? Дело в том, что когда человек хочет что-то сделать, он не особо думает о том, как он это сделает. Он хочет это сделать. Хорошо или плохо, не так важно. Он просто это делает. И если ему это нравится, то со временем он это делает лучше. На самом деле у него выбора нет. Но да, с этой точки зрения упущенные шансы и альтернативные варианты поступков и выборов безусловно существуют. По-другому никак. Возникает вопрос. Откуда это требование? Не упустить шанс и не ошибиться. ответ ответ довольно прост. Вы должны своим родителям. Вы может быть даже не родителям должны. Вы полагаете, что вы сами себе должны. Ну, правда в том, что то, что я сам себе должен, это конечно история хорошая, только вот она идет из головы. А удовольствие, наслаждение, счастье, гармонию, эйфорию мы можем испытывать чувствами. А чувства идут в разрез с головой. Потому что чувства могут меняться очень быстро. Чувства могут заканчиваться. И все это происходит очень быстро. А с интеллектом все не так. Интеллект сказал, ты должна в двадцати восьми годам достичь вот этого. И не важно что ты, что он это сказал, когда вам было двадцать лет, когда вам было восемнадцать лет, когда вам было шестнадцать лет, тринадцать, двенадцать, десять. Все это время ты должен идти к этому. и плевать на то, что ты меняешься, меняются твои приоритеты, меняются твои взгляды, меняется все. Плевать. Интеллект сказал, это делать. Почему я сказал родителям? Потому что саму концепцию долга мы приобретаем именно от них. Впервые. Но вот что с этим делать мы не очень знаем. Мы не задаем себе вопрос окей, а с чем я согласен в своем требовании к себе, в своих требованиях к себе? Что соответствует моим ценностям в моих требованиях к себе? А что нет? Если что-то соответствует в вашем ценностях из ваших требований, то абсолютно не важно упустили вы шанс или нет. Могли вы поступить по-другому или нет. На самом деле с точки зрения развития человека то, что вы описываете это вообще-то опыт. То есть именно набираясь опыта мы понимаем что что-то мы упустили и могли поступить по-другому для того чтобы больше не упустить если нам это важно чтобы поступить по-другому потому что всегда есть еще один шанс всегда но поступая по-другому и не упуская какой-то шанс мы точно так же упускаем другие шансы и точно так же упускаем другие варианты выбора потому что человек может условно говоря поступить только определенным образом по отношению к ситуации ну условно говоря если у меня есть выбор подарить вам цветы или нет да вот я стою перед таким выбором то я могу выбрать только это могу либо подарить вам цветы либо нет но чтобы я не выбрал другой шанс я упущу я не могу вам одновременно и подарить цветы и не подарить и сделать так чтобы восприняли это одновременно и как то что я подарил вам цветы и как то что нет то есть вы требуете от себя поступить множественно а поступить множественно значит не быть личностью потому что личность поступает как раз-таки одним образом, как бы неся ответственность именно тем, что что-то другое она упускает. То есть я соглашаюсь что-то упустить ради того, чтобы чем-то чем-то воспользоваться. Это и есть мой выбор. Но вопрос заключается в том, как этот выбор мы делаем? Мы делаем его интеллектом или мы делаем его чувствами? Помогая интеллектом реализовать то, что мы выбираем чувствами. Интеллект нужен именно для этого. Так вот, судя по тому, что вы пишете, вы выбираете интеллектом. Потому что интеллект как раз-таки стремится к этой множественности, стремится просчитать все возможные варианты и исключить все возможные негативные последствия. К великому прискорбию, а на самом деле к счастью, скажу, это невозможно. Если бы это было возможно, люди бы не развивались и никакого личностного роста у человека бы не было. Это требование. Требование к себе. Дальше. Сейчас я бы использовал это время по-другому. Правильно, потому что вы стали другой. Но вы стали другой именно за счёт того времени, которое вы использовали по-другому. То есть, вы стали другой именно потому, что в своё время, то время использовали так, как теперь не хотите использовать его. Именно благодаря этому вы поняли, что так я больше не хочу. Это нормально. Но вы опять же предъявляете к себе требование, что я должна была не упустить шанс и должна была сразу же, например, ещё в детской коляске уже поступать идеально. Ну, как бы... Мне страшно проснуться, потому что я не использовал свой потенциал. Ну, на самом деле, я вам скажу другую страшную вещь. Что если человек просыпается и чувствует, что он использовал свой потенциал, значит он умер. Ментально, психически он умер. Потому что потенциал на самом деле полностью использовать невозможно. Использовать его в совершенной форме глагола нереально. Человек всю свою жизнь его использует. И никогда не использует его до конца, если мы говорим про потенциал. Потому что потенциал это и есть жизнь. А она заканчивается. Заканчивается только со смертью. У меня интересная работа, точки родства, но кадрат мне чего-то недостаточно. Ну, здесь ситуация двойственная. С одной стороны, это похоже на избегание. То есть, это, знаете, какая штука? Это история про то, что я не могу больше двух лет работать на одной работе. Мне кажется, что это меня ограничивает. Мне кажется, что это меня как-то ставят какие-то рамки. И поэтому я меняю работу, потому что хочу вырасти. На самом деле, это не про рост, а про избегание. Я боюсь чего-то не успеть. Я боюсь чего-то чем-то не воспользоваться. Это про избегание. Вы избегаете. Это с одной стороны. С другой стороны, недостаточность может быть следствием того, что вы как раз таки выбираете интеллектом, но не чувствами. Отсюда недостаточно. Интеллект выбирает правильное, ну, в его понимании идеальное, но, извините, не в соответствии с чувством. К примеру, правильная женщина для классического мужчины. Классического. Покорная, скромная, верная, тихая, работящая и так далее. Это интеллект. И если мне на протяжении всей жизни, всего детства, говорили, что у мужчины должна быть вот такая женщина, то да, я буду искать такую женщину. Да, я ее обязательно найду. Я на ней обязательно женюсь и обязательно заведу с ней детей. Но, скорее всего, я ей буду изменять. Потому что мне будет недостаточно. Я буду говорить себе примерно то же самое. Что, ну, блин, ну, что такое, она же идеальна. Почему я ей изменяю? Еще и корить себя буду, виноватить себя буду, ругать себя буду. А правда в том, что на уровне чувств мне нужно другое. Не такая. Но, признаться себе, я в этом боюсь. И мы здесь подходим к очень важному моменту. Мы подходим здесь к моменту не того, почему я этого боюсь. А мы подходим к этому, к тому моменту, как заметить что-то еще помимо страха. Ответ довольно прост. Получить обратную связь на этом. И я сейчас говорю, наверное, о психотерапии. То есть, в психотерапии мы как раз-таки касаемся того в человеке, что он в себе не принимает. И принимаем, и принимаем в нем это. И человек видит, о, ничего страшного, о, так со мной все в порядке, о, так я могу это проявлять. И начинает проявлять. Не сразу, постепенно, потому что вниманием еще нужно запитаться. Вот тут-то и прикол. Вы дальше пишите. В детстве, я хотел получить признание от родителей, сейчас меня сравнивали с сестрой. Я мечтал, чтобы меня похвалили. Были на моей стороне, несмотря ни на что. Абсолютно нормальная потребность. Потребность каждого. На самом деле. Но. Штука в другом. Штука в том. А в какую сторону свою вы хотели бы, чтобы хвалили? Чтобы признали? Чтобы обратили внимание? В какую сторону? Вот вы старались быть правильными. Старались быть успешными. И, наверное, вас хвалили. И хвалят, наверное. И, наверное, вас ценят. Но вам этого недостаточно. Потому что в свою другую сторону вы прячете. Возможно, вы ее почти задавили. Возможно, я не знаю. Возможно, вы ее задавили. Эм. Но именно она хочет внимания. И именно она, что бы вы не делали, и его не получали. А похвала и внимание, идет другой сторонник. Интеллекту. Вам бывает приятно. Вам бывает хорошо. Но. Все время недостаточно. Дальше. Значит, сама расставляю приоритеты, за это себя хвалю. Опять же. Каким образом вы расставляете приоритеты? Ну, из того, что я сказал, вы, наверное, уже поняли. Что мое предположение будет в том, что вы расставляете приоритеты интеллекта. Так проще. Безопаснее. Самое главное, так. Определенно. Но всегда ли вы хотите расставлять те приоритеты, которые вы расставляете? Всегда ли они у вас одинаковые? На самом деле. А не так, как вы привыкли их расставлять. Ведь приоритеты это не что-то такое застывшее. Приоритеты могут быть разными. Система приоритетов может быть разной. В зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь. А как у вас обстоятельства? Вот. Такая вот история. По поводу вопросов, которые вам можно было бы себе задать. Вопросы будут максимально странные. Потому что, предполагаю, что интеллект, пресловутый, у вас достаточно развит. Мне бы хотелось задать какой-то вопрос, который пойдет в обход интеллекту. Чтобы ему нечего было на этот вопрос ответить. Поэтому. Вы пишите. Вы пишите. Какие-то шансы упущены. Какая я, когда так думаю. Какие чувства я испытываю, когда так думаю. Какие три чувства я испытываю, когда думаю, что шансы упущены. И какая я, когда так думаю. Это первый вопрос. Второй вопрос. Он такой же, но касается немножко другого. Какая я, когда говорю, что я молодая, красивая. У меня романы и развитие. Тоже три прилагательные. Да. Какая я, когда говорю, что у меня интересная работа и точки роста. Какая я на своей работе. Когда я работаю, я какая. Тоже три прилагательные. И последнее. На мой взгляд, самое провокационное из того, что я скажу. И звучит это так. Вам не надо себя успокаивать. Потому что, опять же, спокойный человек, это мертвый человек. Но что понимать под спокойствием? Под спокойствием не нужно понимать постоянную нервотрепку. Или постоянный стресс, или постоянное напряжение. Я под отсутствием спокойствия. Понимаю, в первую очередь, любопытство. Интерес к тому, что со мной происходит. И мне кажется, что вы достигли сейчас того момента, когда то в вас, от чего вы так бежали все свои 28 лет, в основном, может быть, 23 или 4 года, дает о себе знать. Заявляет уже настолько громко, что это нельзя игнорировать. И у вас есть выбор. Или вы это услышите, и начнете меняться к неодобрению кого-то из вашего окружения. Или вы будете продолжать от этого бежать. И тогда, скорее всего, у вас будут проблемы посерьезнее, чем то, что происходит сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...